Ровно сутки остаются до начала большой пресс-конференции Владимира Путина. Это будет уже 14-я встреча в таком формате. И интерес огромный. Аккредитовано рекордное количество журналистов. Свыше 1700. Это представители федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Все пройдет в центре международной торговли. Там сейчас последние приготовления. Что и как узнала наш корреспондент Ольга Князева. Ежегодной большой пресс-конференции с журналистами Владимир Путин начал плотно готовиться за три дня до ее начала. Работа с ведомствами, уточнение цифр, деталей. А корреспондент телеканала Кубань-24 готовится уже несколько недель. И волнуется. Это Путин встречается с журналистами в 14-й раз. А она с президентом впервые. Нас, конечно, будет в основном интересовать это сельское хозяйство, дорожная инфраструктура и курорты. Будет ли дорога Дубльор, Джубга, Сочи. Вот такой вопрос. Потому что каждый год к нам едут миллионы людей. И мы наблюдаем такую картину. Она не меняется. Просто каждый год в пробках стоят по пять, по шесть и по десять часов. Вопросы от региональных СМИ всегда в приоритете. У них, в отличие от федеральных коллег, меньше возможности поговорить с президентом. В центре международной торговли буквально горы и стульев. Их в этом году точно на пару сотен больше, чем в прошлом. На пресс-конференцию аккредитовались больше 1700 журналистов. Пока в центре международной торговли царит творческий, мягко говоря, беспорядок. Вот коллеги-операторы тестируют камеру. Еще не все стулья расставлены. Предстоит выставить свет. Но в итоге, конечно, все будет безупречно. Посмотрите, что делают рабочие за моей спиной. Отпаривают каждый сантиметр ткани, которая огораживает периметр зала. Занавес для хорошей акустики. За столом, где будет сидеть президент, два микрофона. Один из них запасной. А еще есть усилители звука, чтобы даже с галерки вопросы лучше слышать. А чтобы зрителям лучше видеть 136 световых приборов и 18 телекамер. Большую пресс-конференцию будет смотреть большая страна. Поэтому вот они, главные люди, операторы и фотографы. Журналистов в этот раз попросили не приносить плакаты и растяжки. Из-за них порой не видно и того, кто задает вопрос, и того, кто на него отвечает. Небольшие таблички с названием СМИ и региона, конечно, останутся. Алексей Кочетков советует коллегам размахивать ими активнее. Он работает на Рязанском телеканале. Год назад сумел задать вопрос Путину. Началась пресс-конференция. Я долгое время держал в руках свой плакат, пытался как-то обратить на себя внимание пресс-секретаря президента. Это как раз тот случай, когда скромность действительно прям в кратчайший путь к забвению. И поэтому здесь нужно было действовать как-то активнее, размахивать. Но главное не размахивать боксерскими перчатками. Как у журналистки из Екатеринбурга Светланы Папиной. Ну и почему я, собственно, в попахе и в боксерских перчатках? Мы знаем, что наш президент неравнодушен к боевым искусствам. Мы очень бы хотели пригласить его на первый в России чемпионат мира по боксу, который пройдет следующим летом в Екатеринбурге. Кроме классического пресс-центра с компьютерами и быстрым интернетом, есть дополнительный зал для трансляции мероприятия. Ответы и вопросы здесь будет удобно слушать иностранцам. Обещают перевод на английский, французский и немецкий языки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких инноваций ждать не стоит. Формат простой и понятный. Главная задача – прямой диалог между журналистами и президентом. По опыту прошлых лет будут и веселые вопросы, которые потом будут жить своей жизнью в интернет-мемах. Будут проблемные вопросы, после которых у президента в планах появятся новые поездки в регионы. Но самый главный вопрос и самая главная интрига – на сколько часов задержат журналисты президента в этом зале? 4 часа 40 минут – пока рекорд. Это было в 2008 году. Самая длинная трансляция большой пресс-конференции. Теннисные матчи бывают длятся еще дольше, шутят режиссеры трансляций. Так что к любому времени готовы. Да и разговор обещает быть интересным. Ольга Князева, Сергей Кузнецов, Андрей Шпаков, Дарья Рыбакова и Игорь Агафонов. Первый канал. Итак, завтра в полдень по Москве. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую трансляцию смотрите на Первом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова